доброе утро страна блин у нас там так хорошо было тепло ветра нет маловну не замечательно мы в двадцать четвертом секторе команда гризли и как говорится сейчас мы будем брать у них интервью всем привет вова помаши ручкой у нас тут сильный ветер поэтому кадры запрещено за кадром можно хорошо сильный ветер если плохо слышно вы там напишите когда мы может попытаемся как бы спрятаться в палатке хотя там вы никого не увидите ну что расскажите как как вообще все все в целом как и предполагаю так как мы здесь уже не первый раз плюс-минус ожидали именно такого клёва нам обещали где то мы надеялись что этот сектор реально будет хорошим и мы в это до сих пор верим он и будет таки не но он такие когда у нас надо просто опустить воду метров на 60 вас вместе сходу смотри часто в команде в секторе втором трактор я могу вызвать сюда чтобы просто вас двинули этим на самом деле все отлично мы лично я уже рад что на рыбалке нахожусь как в январе поэтому мы долго думали гадали ехать мы вообще или нет но в итоге я оказался не не бесполезен у нас наконец-таки сегодня есть долгожданная рыба предыдущую мы поймали аж позавчера вечером со старта были две поклёпки один сон у нас был и один опасный такой обидный точнее обрез потому что у нас достаточно такая крутая бровка до которой мы все-таки смогли дотянуться перспективная та на которой мы ловили находится очень далеко не достигаемой дистанции хотя местные рыбаки с квадрокоптера успешно ловили в начале турнира нам это все запрещено поэтому мы только ловим на ближней и был там при поклевке леска обтерлась буквально под подсаком хорошая рыба сошла а мы что-то зайдем туда потому что похоже что ну я просто вижу что ветер задувает прямо в микрофон и это будет велок удобный нормально видно да замечательно вот и мы заодно погреемся о как хорошо тут у вас тихо вот и мы конечно ждали именно ветра изменения погоды многие думаю ждали каких-то переменных клюет потому что до сих пор к сожалению многие команды не ушли от нуля все лишь насколько известно по последнему протоколу этот 15 команд и 10 еще с нулем но я думаю что все нуля уйдут обязательно свою рыбку поймает вот и все-таки после этого вчерашнего сильного ветра мы прям надеялись у нас начнется клюв и реально вечером поехала палка но это был обидно сон до большие надежды возлагали на ранее утро но рыбка запоздала только вот в 11 часов мы поймали третью свою рыбу очень важная рыба потому что по сегодняшней турнирной таблице одна рыба может перемещать по там несколько мест вверх-вниз по турниру таблицы до первого не добросит сейчас но по крайней мере до 2 до уже до метра по что вы начали ловить 14 5 15 вот этого сектора не насколько известно глубоководные 13 это глубокий сектор да вот имеют глип тоже там подловил я думаю что все еще далеко не решено все вся рыба нас ждет впереди многие ждали именно смены погоды потому что два дня двое суток стиля полнейшего хотя и классно солнышко тепло но очень-то для рыбалки мы все знаем такая погода она не самая лучшая у нас зимой я наоборот как бы всегда считал что чем хуже тем лучше вот так и так и было до старта соревнований приезжали многие подписчики всем привет кто смотрит вот и показывает фотографии рассказываю что буквально когда ставили расставляю ленты здесь рядом они буквально 10 метров от нас ловили на ближней дистанции на плату эту карпу и 10 500 на семерок и несколько крупных рыб 45 килограмм которые нам сейчас очень сильно нужны их ловили в большом количестве но это был насколько известно самый холодный вообще день в израиле за зиму да температура там опускалась и ночь было четыре с половиной градуса сегодня было 13-12 мы даже нашу буржуйку не растапливали вчера было вообще 17 дня на днем про ночь сегодняшняя ночь самая теплая была возможно с этим ветром и погодой будет еще то есть рыба здесь была ее ловили именно в эту такую погоду шторм ливень произошел может быть вот сейчас тоже какого-то ветра но замутил замутит часто целого возле берега рыба я тогда можно в кислороде станет меньше нервничать и ближе подойдет скажем у вас тут еще хоть как-то но зона там где находится первым шестой седьмой восьмой девятый десятый одиннадцать двенадцать сектора там как-то у них ну совсем печально да у нас тут откуда-то проскакивает единичные рыбы жалко что это конечно вообще системная ловля это хаотичная оснастка туристам чикаго все знают что как-то в одиночку они ходят дать воли и мелкие стадо самцов должны там хотя бы две-три поклёвки из прохода забирать пока что по одной имеем что им да и по одной в день и да вообще для нас был супер по сегодняшней ситуации первый день нормально потом на полтора суток забыли что вы могли за сигнализатор сейчас вот ветерок опять усилился и он наш вечер наш мешает забросу но она у нас относительно рабочей дистанции даже ветер смотрит так что и мы еще поборемся привет ты передаю спасибо за поддержку я обязательно выйду сегодня в эфир в 17.00 на ютубе по месту на ку-16 там народ высказывает версия что перекорми но я не говорю про вас я говорю про них потому что забросы такое количество не сыпучий прикормки это бойлов кедрового ореха что рыба там просто как бы обожралась и ушла спать у нас точно такого нет потому что мы так аккуратно дозировано более с несколькими экспериментальными точками то есть мы все ходы перекрывали потихонечку потихонечку но то есть и сегодня рыба крынула только с одной единственной нашей такой достаточно перспективной точкой но вот это одна палка остальные три можно сказать две не могут себя до сих пор найти дистанции 130 это нижний свал первый брод ту за которую цеплялась рыба в том году для чего нужна была лестница через которую джеты на лестнице до переваливали этих рыб привет из Гродно беларусь привет так что там вот рука заживает я сегодня был сам вывел рыбу она мне вот так нормально работает функционирует я не могу обратно в сторону разбегать поэтому после подсечки мне передали удилище и я вот так вот благополучно вытащил первую карту в своем в 2020 году он не сошел насколько ценен этот карт когда ты сидишь на соревнованиях и ловишь тонну рыбы ну ну как-то классно да я не спорил но когда на таких соревнованиях тебе ловится вот эта рыба которую ты блин ждал целый день конечно да на без золота да ну смотрите погода вы видите да она изменилась многие прогнозы обещают дожди до конца соревнований но как дожди то есть вот такие же как сейчас периодически пойдет то гроза налетит то она улетит как сегодня ночь когда меня разбудили в два часа некоторые товарищи типа главного судей которому было в лом выйти из домика и посмотреть что происходит снаружи она была над кинератом я с моим глазом был ну смотри я он меня разбудил чтобы я вышел посмотреть тебе же там же надо и на иврите сказать а я с просонок плохо на иврите говорю я понял для этого надо будет человека который вчера чуть не помер ну как все остальное там в плане логистика у вас нормальная у нас вообще сектор по большому счету вам есть куда убегать в случае чего у нас достаточно сильный уклон но при этом есть такая более менее горизонтальная часть на которой мы разместили все свои комфортное оборудование у нас газончик мелкая щебеночка все как в английских образцовых секторах в этом плане это не то как в том году мы на валунах прыгали на камнях я помню как там бабочка с подсаком и вода его там с головой на цепочках пешком по тропинке которую мы разгребали больше всего целых суток валуны такие вот скромные но согласись как бы кинерат к сожалению это не английский круг с дорожками с гольфовыми площадками здесь здесь сложно особенно когда такой уровень воды это реальная проблема найти нормальные места ну как бы опять же мы вчера говорили что мы могли спокойно посадить все команды у нас на лавнуне в рядочек вот так вот от начала и до конца сделать сектора по 25 метров и вот так бы все сели прекрасно вопрос из 25 команд сколько команд вообще было бы с рыбой при такой ситуации когда все сидят в один ряд плотненько и мы знаем заранее что бухта она не рабочая это проблема наверное всех водоемов в том числе и организаторов которые не могут равнозначно рассадить все команды всегда будет какой-то крайний сектор справа слева они будут заведомо лучше выигрыш а середина я сидел в середине несколько раз но нормально сидится отдыхаешь как сейчас многие я всегда хотел попасть на правую сторону вот этих носов если посмотреть по статистике они чаще всего но потому что я сейчас теория по поводу направления выхода рыб да и течение что течение как бы карп идет против течения и как бы течение идет против часовой стрелки он идет по течению как против течения и поэтому он как бы справа налево идет хотя есть и другая теория что идет слева направо а есть 3 что идет в центр по диагонали наискосок сегодня работа только левая странная наоборот будет правая работа у нас была справа точка причем будет немного дальше как нам казалось перспективная но мы туда не включили только одна поклёвка сама интересно ну джеты в общем то они плюс-минус где-то здесь же и стояли получается это что только ниже ниже нам надо мы здесь были на этом месте на обычной рыбалке это был декабрь 18 года я снимал с квадрокоптера мы нашли вот эти кусты которые сейчас в воде наша палатка стояла метров тридцати еще метров двадцать было до воды такой полив были двумя командами и я заходил в воду метров на тридцать и кидал где-то сто тридцать сто сорок где-то там была дальняя группа то есть сейчас это тридцать плюс шестьдесят ну по двести на ушла и здесь еще ну да где-то двести двадцать метров тут даже Дима Лаврененко не поможет не квадрокоптер ну поэтому у нас есть как бы один чат где общаются наши молодые израильтяне подрастающих поколениях которые на русском не говорят и в этом чате один из ребят высказал свое мнение о том что на Кенедрике не можно а нужно проводить только соревнования с лодками то есть разрешенным завозом как это во Франции на больших объемах на борткарт классик и все прочее ну и мы правда там объяснили популярно что называется с калькулятором в руках сколько это будет стоить потому что все разрешения что нужно получить от полиции иметь 24 часа в сутки иметь врача в секторе ну потому что если ты выходишь с лодками ты видишь какой Кенедр это я был удивлен что нельзя больше двух метров лестнице с собой играть не ну есть закон что у меня как бы мой лично мой родственник он дважды падал с лестницей очень серьезными последствиями причем не лестница была до двух метров так что на мой взгляд высота лестницы рули не играет если человек попадет то он может сломать шею из двух метров тоже но есть закон есть закон что выше двух метров нужно спецразрешение на высотные работы работает с кораблином с каской наденем и двумя спасателями по бокам ну вам тут лестница сейчас не нужна насколько я понимаю не не она проблем ну правда у вас как бы и пятнашек не было еще пока возможно была первая хорошая ну тут несколько команд жаловались но наш как не пойман не вор поэтому сказать что там было никто не знает но большое и ушло это как обычно самая крупная рыба она сошла да прям тут пусать а тут было смешно вчера когда я делал эфиры у меня раньше было так что я ну часто приносил удачу командам когда я приходил в команду как я очень редко бываю то у команды сразу начинался клев вот я прихожу к Кричевичам и у них начался клев пять самов за пять минут я по-быстренькому оттуда ушел сказал ребята я понимаю это немножко не та удача которую хотелось бы вам принести мы тоже удивились думаю что самок не будет оказалось что и у сачи и у сачи ну а у сачи сколько ну как только вчера начался шторм он активизировался у нас просто все уехало много поклевок у сача крупный воу поймал вот сколько у сачи килограмм-полторан да зачетный вообще был можно было приблизить понятно но это было в три часа ночью даже в полу а остальные то мы вчера там подходил пришел один рыбак который ловил на троллинг с лодки он мы попросили показать нам рыбу я таких случаев не видел честно скажу там у сачи по два с половиной по два плюс килограмма а на фотоаппарате он нам показал свой улов на прошлой неделе когда он взял там два раза больше чем он взял вчера и он показал на 4 с чем по килограмму то есть там вообще такие лоси огромные реально огромные но я скажу что он невкусный вот лично мое мнение мусач это не та рыба ну наш по крайней мере которая стоит особого внимания как деликатес не не он костлявый ну не знаю какой-то безвкусный но я и пробовал и жарить и варить свое время ну очень вкусно вот я только хотел сказать единственный вид в котором он был вкусен это было вяленый кусач да согласен ну как и наш сон так вот просто ну не знаю это не советский срок ну не российский восьмиусый восьмиусый десятиглазый на паука похож ну просто что он невкусный реально ну вяленый да ну мы же рыбу отпускаем да мы же спортсмены спортсмены не хочешь что сказать нет почему я пошел курить курить бред где лучше спот покидать да да здоровый образ жизни знаешь такое да зож пиред да нет дождем там же здесь Почему люди так боятся камеры? А, видите, народ, волна какая, ух. Камеру все знаете? Тех, кто к ней не привык. Я так понимаю. Многое отличается? Ну, сейчас всего 6 человек осталось почему-то. Я не знаю, кстати, ну, понятное дело, я же не делал объявлений о том, что начнется прям через 5 минут, кто там мимо шел, кто увидел, заглянул, но потом все же все посмотрят. Просто мне тяжело давать заранее прогнозы по времени, где я куда попаду, я не знаю, а ты сидишь здесь, скажешь, я 5 часов делаю стрельбу, а я фиг его знаю, если падет ливень, то я и не пойду. Поэтому. Ну, хорошо, ребята, что я вам скажу, мне у вас нравится, но придется мне идти дальше, на ветер, на холод. В общем-то, еще раз всем зрителям и тех, кто будет смотреть, кажется, приветы, подписывайтесь на странички всех, кого только можно. Ставим лайки, ну, короче, народ, вы знаете, что нужно делать на фейсбуке. Двигаем видео. Мы будем бороться напоследний. И хвостание чешуизы.